Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор заказа по 18 каталогу Фоберлик. Вот такая коробочка. Это второй заказ. Много интересного. Оставайтесь со мной до конца. Коробочки всегда приходят запечатаны. Просто опять этот вопрос поднимался в комментариях. Я сейчас распечатываю. Вот так вот все упаковано. Это к теме того, как собирают ваши склады. Наш склад теперь каждый заказ, уже года как два, каждого консультанта собирает в одну коробку. Раньше была бытовая химия отдельно, приходила одежда отдельно, еще что-то. Сейчас у нас все вместе. Это во-первых. И во-вторых, зависит от добросовестности держателя пункта выдачи. Без вас ваш заказ не имеет права вскрывать никто. Вы должны прийти на пункт выдачи, вместе с вами держатель пункта выдачи вскрывает коробку, проверяет наличие, отдает заказ вам. Я почему не вскрываю? Потому что держатель пункта выдачи мой директор. Если какие-то вопросы возникнут, у нас не возникнет никаких проблем с возвратами или еще с чем-то. Но таких проблем, слава богу, не возникает. Поехали. Так, первое, что вышло, девчонки, это у нас была, не знаю, как у вас, а на нашем складе распродажи по срокам годности. Там был кучик. Я взяла пять штук. Четыре пока нашла. По-моему, их был пять. Так, ладно, сейчас в пятый в процессе найду. Причем мой любимый классический из помидоров черри. Сейчас посмотрю, что тут по срокам и стоил он 50 рублей. Я его очень люблю, и все у меня его любят, поэтому почему и нет. Так, артикул его вообще 160-50, он вкусный. Здесь нет сахара, здесь сахзам. Так, а где у нас найти срок годности? Вот он, он набит, девчонки. Так, до 7-го, 2-го, 22-го. То есть вообще нормально. До 7-го февраля. Однозначно съестся еще два месяца. Вообще нормально. Так, второй. Ради интереса. То же самое. То же самое. Кетчуп классный, кетчуп очень вкусный. Кто не пробовал, прям рекомендую. Самый мой любимый кетчуп. Да, сейчас мы найдем обязательно пятый, но я его пока не вижу. Или я 4 заказала, наверное. А, еще в распродаже по срокам годности у нас был гель. Правильно, крем-гель для век, а BioGlow. Я, кстати, его, по-моему, не пробовала. У меня были жидкие патчи из этой серии, а именно крем-гель для век не пробовала. 50 рублей тоже по срокам годности. Срок годности у нас с вами до какого числа? Блин, тут дно заклеено. А, скорее всего, он был на дне. Артикул 1309. Слушайте, заклеено дно. И, наверное, срок годности был на донышке. Или сейчас посмотрим, с вами на самом тюбике есть. А, на самом тюбике он у нас от 0,7-20. А срок годности у него сколько? Сейчас поищем, девчонки. 12 месяцев с датой изготовления. То есть 12 месяцев, это у нас 7-21, плюс полгода, 8-9-10-11-12 январь. До какого? 24 января он. То есть еще больше месяца. Я взяла, потому что нормально. Допользую куда-нибудь обязательно. Попробую вам заодно расскажу вообще, как он по эффекту жидкий патч. Мне нравится вообще вот эта серия, она хорошая. Она с витамином С подходит для возрастной кожи. Дальше, что хочу первое протестировать, прям хочу. Взяла на пробу сухой шампунь. У меня сейчас сухой шампунь от Батист. Я вообще ими не очень часто пользуюсь, если честно. Но в последнее время, так как некогда, скажем так, не то что голову помыть, не знаю. Но просто иногда хочется объем, что ли, прикорневого, потому что насчет я сейчас не делаю. У меня сейчас Батист на зоне заказывала. И им, вот даже когда голову помоешь на чистые волосы, на грязные волосы, он сразу дает прикорневой объем. И волосы как-то ложатся красиво. Мы сейчас с вами проверим вместе прям вот этот шампунь. Сухой. Первый раз его беру. Вообще мне эта серия Фаберлик не нравится. Я считаю ее слабой. Никакой, я бы даже сказала. Так, артикул 27.02. Потестируем сейчас. По проборам. Не нажимается. О, нажался. Он такой мокрый. Смотрите, какой белый. Ну, Батист тоже белый, но она быстро проходит. Я обычно так на два проборчика буквально не ношу. Еще на один вот тут. Он какой-то прям мокрый. Вот если... У меня особенно не с чем сравнить, но вот с Батист, он сухой. А это прям вода. То есть его на коже ощущаешь. Так, потом мы делаем с вами вот так. У нас эта белесость должна... Пора ходить. Должна. Вот так. Но она не сильно-то проходит, да? Для брюнеток не у каждого производителя, кстати, есть вот такие вещи. Смотрите, как видно, да? Втирай, не втирай. Так. Смотрим на результат. Ну, вроде ничего. Но он, конечно, плохо так втирается. Батист прям вот моментально. Слушай, ну, вроде ничего, да? Объем создался. Правда, тут белесость. Мне это сильно не нравится. Легкий прикорневой объем появился, да? Вроде ничего. Напишите, как вам, девчонки, и кто пробовал. Вообще, как вам нравится сухой шампунь от Фиберлик или нет? Пока вроде ничего. То есть объем прикорневой появился. Но немножко белая. Я думаю, это сейчас пройдет. Ну, так вроде нормально. Буду тестирует дальше вместе с вами, посмотрим. Дальше, девчонки, и знаминок. Приндастаю с низов. Заказала вот такой вот коврик для ванны. Захотелось обновить. У меня какой-то ванной тонкий. Этот мне по цвету подходит. И по описанию я посмотрела. Он такой достаточно толстенький, плотненький. Так, артикул 910-271. Такой вот мятный, а бирюзовый цвет я выбрала. Размеры у девчонки 59 на 39. Мейденчина. И вот так он выглядит. Упаковка, он действительно такой вот. Весистый плотненький. То есть он не будет скользить. По плитке. Сейчас мы с вами его распечатаем, посмотрим. Мне вообще эта вся серия понравилась. Но я не люблю, вот когда ванны шторы для ванны. А до завтра мне понравились больше из-за серии такой вот, которая такая коричневая, бежевая что ли. Они красивые. Там прям под тыковку так под мыло сделано. А в этой серии, ой, какой он плотный, слушайте. Он прям вот его руками не проймешь. Здесь вот как микрофибра, как велюрчик такой, ну микрофибра. Здесь такое покрытие, не скользящее, да? Хуберлик Хоум написано. И он такой толстенький. То есть вот эти ромбики, они прям плотные, плотные. Их рукой тяжело, девчонки, промять прям. Прям такие плотные, плотные. Он толстый, увесистый. И он скользить не будет однозначно. Классный коврик, не пожалела, что взяла. Прям вообще здоровский. И вот это покрытие, оно как прорезиненное, что ли. Оно скользить тоже не будет. Очень приятный. Прошит хорошо. Как бы все в этом плане нормально. Ковриком довольна. Так, кота ковровной крови, поехали дальше. Дальше, девчонки, я взяла Ксюшу обувь. Я взяла Ксюшу обувь. К сожалению, ассортимент детской одежды и обуви Фаберлик практически заканчивается. Выбрать нечего. Я курочку хотела посмотреть. Но нет. Взрослые выпускают, детскую, наверное, больше не выпускают и не будут, к сожалению. Вот такие вот ботиночки Дудькин, потому что у нее обувь замшевая зимняя, и мы в ней промыкаем. И решила я взять ей обувь Фаберлик. Так, это у нас с вами сапоги для девочек сиреневой. Размер я взяла 34-й. Мне посоветовала так мой наставник, она все время берет цену там обувь и говорит, что он прям полноразмерная обувь. То есть, может быть, даже великовата. Дата изготовления аж 18-й год. Вот распродают все, что есть. Больше выпускать детской, я думаю, не будут. Так, вверх текстиль, искусственная кожа, а подкладка шерсть, стелька шерсть, подошва резина. Потому что шерсть, да? Так, и где у нас с вами артикул? Модель по-английски SPU008. Ну, я вводила в поиски, девчонки, такую обувь для детей и искала. Были вот такие сиреневые и черные. В таком вот зип-пакетике приходит. Здесь зип-замочек. Сейчас будем с вами смотреть, обязательно померяем по размеру, вам все расскажу. Они симпатичные. Не черные, там были, а темно-синие. Тоже симпатичные. Думаю, какие взять. Думаю, ну ладно, там они синие, прям совсем все мрачно. Слушайте, вроде неплохие. Тут, конечно, на подошве звезды какие-то странные. Так вот, как они в целом выглядят. Они такие по тяжести, ну, достаточно увесистые. Не сказать, что прям сильно легкие, но увесистые. Смотрите, как цвет играет. Но они больше сиреневые, нежели синий. Вот такие они, да. Вот такого они цвета. Прошито вроде все хорошо. Все отлично. Вот тут вот единственное, смотрите, какие-то звезды. Какие-то корявые, как заусенец на звезде. Вот его видно. Ладно, меньше пойду будет скользить. Так, вот тут у нас такой с вами бисером, бисером, пайетками. Бантик и молния. Молния не сквозная, то есть здесь материал у нас с вами. Вот так, здорово. Пока нравится. Внутри тут бумажка. Много бумажки. Так сразу и не достанешь. Мы сейчас все померяем. Я все достану и мы вам покажем. Пока вроде ничего. Такие сапожки приятненькие. Вы видите, на складе три года лежали. Совсем что-то детская коллекция не зашла. Вот сейчас цвет опять. Вот такой вольный цвет. Сиреневый. Почему-то камера хочет их показать голубые. Так, вроде миленькие, хорошенькие. Покажу тогда на Ксюшке. Ну, влаги. Ботиночки мы померили. Ну-ка, боком котен, повернись. И 34-й на наш 33-й. Как раз как 34-й. То есть есть небольшой запас. Она сейчас одела тонкие носочки. Ну-ка, отойди подальше. Вот, стой. Красивенько смотрится. Вообще здорово. Ну-ка, расставь ножки в сторону. И высота мне нравится. Все здорово. Тебе удобно? Да. Да. Ну-ка, другим бочком повернись. Вот. Красивый. Красивый, удобненький, тепленький. Вообще здорово. Классно. Девчонки, взяла колготки тоже Ксюше. Это к выступлению нужны были белые. 40 Ден. Колготки детские. Как-то прям дешево было. Ростовку я, по-моему, взяла 140 до 146. Артикул 830-144. Так. Обычные колготочки, мне кажется, без каких-либо прибамбасов. Да. Просто обычные белые колготочки эластичные. Носочек такой обычный. Ну, ничего. На разок на выступление сходить пойдет. Так, дальше. Взяла губку ластик. Убираться, отмывать все. Я очень люблю беломиновые губки. Они не требуют применения каких-либо средств. Фаберлик они не очень выгодно стоят. Но Фаберлик цена осталась та же, что и была. А в масс-маркетах, я посмотрела, они стали стоить дороже. Поэтому, в принципе, аналогично. Здесь в упаковке две губки. Артикул 110-42. Материал вспененный меламин. Они круто все отмывают. Когда вы ими пользуетесь, они стираются. То есть они стираются, все в себя спидывают. Можно прополоснуть, отжать. И они стираются. Они убирают любые загрязнения. Ну, никак. Не прям вот сковородку новой, конечно, не сделаешь. Но плитку от жира оттереть. Грязь с поверхности, с пола. Что у меня тут? Любую можно. Вот как они выглядят. Все равно какие-то белые губки. Обычные, как поролончик. Я не знаю, что у них за такие свойства, что они, в принципе, все практически оттирают. Губки великолепные. Кто не пробовал, попробуйте обязательно хоть раз. Дальше взяла вот таких вот две еще штучки. Чистить что-нибудь, пока не знаю, что пригодятся. Это губки для мытья посуды. Я, правда, такими не рискую мыть. Ну, допустим, сковороды и так далее. И артикул не найдешь. А, вот он, 115-72. Я в Фоберлик-таки беру впервые. Не знаю, попробую, потом расскажу. Так, да, и все. Что-то у меня тут в отдельном пакетике почему-то. Сейчас посмотрим. А, средства для волос. Смотрите, положили в отдельный пакетик. Взяла вот такой вот шампунь черный из обновленной линейки. Беру его впервые. Из старой линейки брала его часто. Мне очень нравится, как он промывает голову. Действительно очищает от силиконов, от лака, от всяких вот таких вредных веществ, которые содержатся в уходовых средствах и так далее. Такой шампунь применяйте на постоянной основе. Рекомендуется раз в неделю, хотя бы раз в 10 дней. Так, 1884 артикула. Я думаю, в принципе, он ничем не отличается от предыдущего. Он по цвету черный, но когда вы его вспениваете, он становится обычным белым. Пена белая. Ну-ка, по запаху. Запах немножко другой. Был другой у этого шампуня до перевыпуска. Так, дальше. В первый раз взяла, девчонки, маску бальзам для кожи головы и волос-активатор густоты волос. Захотелось мне попробовать ее. Я все время брала разогревающую маску, а эту ни разу. Разогревающая вообще великолепная. Я ее просто обожаю на постоянной основе. Она у меня так стоит, периодически ей пользуюсь. Артикул этой маски 1736. Содержит дебустер-комплекс, который пробуждает волосяные фолликулы и продлевает фазу активного роста волос. Очень интересно. Кто пробовал, девчонки, обязательно напишите. Но мы в следующем видео обязательно с вами будем вместе ее тестировать. Интересно. Если разогревающая, она прям хорошо так жжет-печет, это, я думаю, печи не будет. Ой, девчонки, знаете, что еще нашла? Полезла на сайт именно в раздел онлайн-предложения, которых нет в каталоге, которых нет в разделе. И взяла вот такую резинку Ксюши для волос. Артикул 552.80. Ксюша активно смешит Крестюшу. Резинка для девочек из искусственного меха. Цвет белый, полиэстера, резина, назначение ксора. Made in China. 19-го года выпуск вашего. Потому что я ни у кого таких не видела. В каталогах таких тоже нет. А на сайте вот нашла. 552.80. Они на разных расцветках были. Вот как она выглядит. Смотрите, здесь ушки такие серебристые. И она такая мягенькая с искусственным. Мех, кстати, очень неплохой по качеству. 199 рублей она, по-моему, со скидкой стоила. Резинка прикольная. Будем носить. Так, дальше. Арома-диффузор. И, наверное, все-таки правильно, что я заказала отдельно палочки. Сейчас вам скажу их артикул. Потому что был вопрос у девчонок, все-таки приходит арома-диффузор с палочками или нет. Оказывается, все-таки до сих пор нет. Хотя должен приходить с палочками. По идее. Да. Вот. Я заказала их отдельно, нашла. И, слава богу. Так, я взяла Black Amber. Это что у нас? Я все время взяла. Relax. Relax. Мне очень нравится этот аромат. Он безумно крутой. Мне нравится он. У меня он в спрее для текстиле тела. И поэтому именно такой арома-диффузор и взяла. Собственно говоря, в коробочке больше ничего. Тут рекомендации, состав. Палочек никаких нет. Все-таки их надо девчонке заказывать отдельно. 5 палочек, артикул 174, то есть 100 отдельно, 74, да? Из фибрового волокна. Так, я вам сказала, артикул Relax Aroma-диффузора. Aroma-диффузора, вот назвала. 158. Палочки 174. Здесь у нас такая крышка, стекло, что радует. Крышечку открываем. И здесь еще заглушка вот такая вот пластиковая. Крышечка нам это потом нужна. Мы ее будем оставлять. Мы сейчас должны с вами просто извлечь пластиковую заглушку. Она, кстати, вроде сначала пошла легко. О, все, извлеклась. Да, это тот аромат, как в спреи. Классный. Мне очень нравится он. Так, и палочки с вами открываем. Так. Вот как они выглядят. Такие легенькие палочки, черненькие. Руки не пачкают. Опускаем с вами палочки. Варома-диффузор. Как он правильно, девчонки, называется? И они сейчас будут набирать влагу и источать аромат. Здорово. Я вам расскажу обязательно потом, насколько сильно они источают аромат. Там по комнатам, как он расходится, обязательно расскажу, насколько его хватает. Вот от выхода этого видео посмотрим, насколько хватит такой баночки. Сколько... Ну, здесь много. Здесь вообще много. Аромат классный. Релакс вообще один из лучших ароматов. Я не все, конечно, еще попробовала в этой линейке, но он мне очень нравится. Для тех, кто ждал и искал пасту Фаберлик Бэйби, девчонки, она есть. Ее почему-то не печатают в каталогах. Ее нет в серии Фаберлик Бэйби, но она есть. Вот это паста Первый Зубик, которую многие очень любят. Да? Я решила ей запастись. Взяла два тюбика. Это линейка Фаберлик Бэйби, зубная паста Первый Зубик, Салои Вера. Я знаю, очень много любили ее. Несколько лет не было на складе. И она появилась. Мне кажется, еще весной она появилась. Просто, если кто не знал, она, девчонки, есть. Вот она. Так, артикул 16.43 взяла для Крестюшки. Поэтому пока распечатывать не буду. Паста очень классная. Я знаю и по отзывам многих, что она действительно крутая. Она пока чистит зубы просто щеточкой без пасты. А попозже уже, думаю, будем пастой. Она у нас, наверное, должна быть зафольгирована. Я пока распечатывать не буду. Она у меня постоит в запасе. По срокам годности, я думаю, у многих этот вопрос возникнет. Вообще нигде не вижу, представляете? А, наверное, на тюбике же опять у нас с вами. Так, на тюбике от 9-го, 21-го, свежая. Да, значит, это перевыпуск. Почему они ее не печатают в каталогах, не знаю. Потому что паста великолепная для малышей. Прям вообще супер. Дальше, девчонки, везла два скраба для тела. Первый у нас тонизирующий скраб актив для тела. Антицеллюлитный. Серия антицеллюлитный. Я его никогда не пробовала. Будем вместе с вами тестировать. Очень интересно. Артикул. Так, я вам пасту-то сказала, артикул. Артикул скраба 12-37. Интересно, потому что все скрабы для тела закончились. Приходит вот так. Запечатан. Тут скраба-то одна треть банки. Такой жиденький. По запаху цитрусами пахнет. Я предполагаю, что он как гамаж. Здесь мелкие такие частички. В общем, будем с вами тестировать в следующих видео. Посмотрим поподробнее на него. И взяла скраб еще из линейки Бьюти Кафе со своим любимым ароматом лаймовый сорбет. Артикул 25-06. Здесь 120 мл. А здесь 150. Вот в этом. Но и цена, конечно, у них у всех разная. Я очень люблю Бьюти Кафе. Именно этот аромат больше никаким мне не нравится. Он тоже запечатанный приходит. И он уже погуще. Это прям вообще. Это скраб-суфле какой-то. Аромат классный. Свежий лайма. Супер. Тоже будем с вами пробовать, тестировать. Посмотрим, что он из себя представляет. Мне кажется, здесь вообще совсем мелкие скрабинки, частички. Он будет более деликатный. Так, и последние два продукта. Это тушь, которая любимая. Ее не печатают почему-то в каталогах. Но она по хорошей цене сейчас в разделе распродажа. 53-72. Это фест-класс коричневая. Я ее взяла в запас. У меня одна еще лежит в запасе. Я взяла там что, которую пользуюсь сейчас новинкой. Она мне не настолько нравится, как фест-класс. Коричневую опять взяла, девчонки. И кладу в запас. Вы знаете мои отношения. Хлопы ресницами и взлетай. Поэтому пусть она будет. Если она сейчас в разделе распродажа, как бы ее не вывели, я прям запереживала и взяла себе еще одну в запас. Так, и я вам уже говорила в пустых баночках, что я буду брать кислородную пенящуюся маску для лица. А в серии Global Oxygen она очень крутая. Она, девчонки, безумно крутая. Так, артикул 087. Я вам уже рассказывала в пустых баночках. Единственный здесь косяк, что нельзя достать до конца. Не очень удобно продумана трубочка. Она коротковатая. Пришлось доставать с подручными средствами до конца маску. Она такая голубенькая. Сейчас мы ее с вами выдавим. Она действительно пенится. Она здорово очищает лицо, выравнивает тон. Она увлажняет лицо. Смотрите, я уже сделала 50 нажатий, наверное. Или 100. Она не вылезает. О, вроде пошла. Все, пошла. Так, вот она. Смотрите. Мы ее распределяем по коже лица тонким слоем. Она начинает пениться. Она начинает пениться, образуются пузырьки, проходят 3 минуты. Мы снова опять ее вот так распределяем. Она пенится по второму кругу. Вот видите, пенообразование пошло. И так можно делать несколько раз. Это маленький флакон, и стоит она не бюджетно, но она действительно достойная. Фаберлик так мало масок, на самом деле, и тем более достойных. Вот эту я прям очень полюбила. Мне нравится от нее эффект. Вот, пенка голубая. Потом мы с вами на лице опять, вот так, когда закончились пузырьки, пузырится, распределяем пальчиками. И опять сейчас начнет пениться. У нее классный аромат. Вообще, вот эту линейку считаю достойнейший. Кто не пробовал, обязательно попробуйте по Фаберлик. Лайк будет не сильно накладно, скажем так. Вот видите, она по второму разу пениться. Она уже поменьше, но пена, тем не менее, есть. Вот и все, мои хорошие. Вот такой на этот раз у меня был заказ. Заказ опять, как всегда, на 50 баллов. То есть в сумме получила из-за каталог 100. Пока остаюсь в статусе вип-консультант. Да, пока мне нравится. Вот. Если видео было вам интересно, полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Ну, а я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.